Башенный кран доставляет строительные материалы рабочим на большую высоту. Кабина оператора почти на самом верху, прямо над ним стрела, по которой вперёд и назад двигаются грузы. Стрела и кабина вращаются на платформе, которая называется поворотной. Башня крана состоит из модулей, то есть, чем больше секции устанавливают рабочие, тем выше будет кран. На заводе рабочие собирают платформу, сваривая большие стальные плиты и трубы квадратного сечения. Также сварщики скрепляют между собой секции лестницы и секции клетки безопасности, чтобы затем приварить их к башенному модулю. При сварке простейшие операции выполняются роботами. Когда все структурные элементы сварены между собой, секцию отправляют в окрасочный цех для антикоррозийной обработки, затем покраски. После каждого слоя модуль сушится в печи в течение часа при 80 градусах по Цельсию. Поворотная платформа поставлена на вращающийся механизм, состоящий из двух концентрических колец, между которыми расположены подшипники. Управляемые компьютером машины вырезают зубцы на внешнем и канавки на внутреннем, по которым будут ездить подшипники. После смазки канавок рабочий устанавливает внешнее кольцо поверх внутреннего. Затем канавки забиваются стальными шариками и высокопрочными пластиковыми прокладками. Это позволит внешнему кольцу плавно вращаться вокруг неподвижного внутреннего. Кабина оператора сделана из стальных панелей. Она встроена в поворотную платформу. Большие окна в кабине позволяют крановщику следить за тем, как двигается груз по стреле. Органы управления краном встроены в кресло крановщика. Само кресло делается как можно более удобным, потому что из кабины нельзя выйти, чтобы размять ноги. Привод мотора вращает опорно-поворотный круг, поддерживающий кабину крана и стрелу. Управляемые компьютером станки на заводе производят все детали для этого привода, а также для того, который поднимает и двигает грузы. Рабочие собирают поворотный привод и крепят мотор, который приводит его в движение. Затем привод крепится к поворотному кругу, а круг крепится к поворотной платформе, на которую затем устанавливается кабина. Автоматическая смазочная система поддерживает уровень смазки на зубцах при вращении платформы. После комплексных испытаний верхняя секция башни устанавливается поверх кабины. Теперь весь этот вращающийся блок отправляется на стройку. После установки основания крана, монтажники используют подвижный кран, чтобы установить вращающийся блок на башню, а на него вешают стрелу. Затем они добавляют секции, чтобы довести кран до требуемой высоты. Специальный лифт поднимает головной блок, освобождая достаточно места, чтобы вставить еще одну секцию. Башенные секции крепятся гигантскими высокопрочными болтами. Затем процедура повторяется, пока кран не достигнет требуемой высоты. Когда кран готов, оператор поднимается по башенной лестнице к кабину. При работе он ведет наблюдения через окна кабины. Также при помощи компьютера он смотрит, как груз поднимается, передвигается и отцепляется со стрелой. Также он может связаться с землей, по внутренней связи или по рации. Так что дело никогда не остается без присмотра. Продолжение следует...